Сто шедевров из собрания Всероссийского музея декоративного искусства. Так называется новый выставочный проект, который работает в Ульяновском областном краеведческом музее имени Гончарова. Сотрудничество двух музеев продолжается много лет, но на этот раз, с учетом непростой эпидемиологической ситуации, выставка виртуальная. В чем особенность, в чем ценность? Дело в том, что на этой выставке представлены произведения, которые находятся в постоянной экспозиции музея в Москве. И они никогда не покидают сен этого музея. На этой выставке с помощью экспонатов, каждый из которых можно назвать действительно шедевром, можно проследить историю и эволюцию развития декоративного прикладного искусства в нашей стране и в России. Несмотря на то, что музей декоративного искусства молодой и ему всего 40 лет, его коллекция очень ценная и уникальная. На виртуальной выставке представлены экспонаты, начиная с 17 века и до наших дней. Они разделены по трём временным разделам. Первые экспонаты относятся к эпохе Петра I. Это время появления новых для России предметов быта, таких как кофейники, пепельницы, табакерки. С 19 века, как отмечают специалисты, в декоративно-прикладном искусстве начинает развиваться так называемый русский стиль. После революции 1917 года активно распространяется агитационное искусство. Наиболее часто агитационные материалы использовали при оформлении фарфоровых изделий, лаковых миниатюр и тканей. Выставка уникальна ещё и тем, что 30 экспонатов выполнены в 3D-формате. То есть можно, прикоснувшись к виртуальному предмету, покрутить его и увидеть каждую деталь. В начале 20 века по повелению императора Николая II было дано задание изготовить скульптуру всех народностей, проживающих в России. Задание исполнял мастер Каминский. И исполнение было на императорском фарфоровом заводе. И к 1915 году практически все они были выполнены в малом и большом формате. Всего в коллекции музея более 70 скульптур народностей нашей страны. Как отметила сотрудник музея, при их выполнении учитывались особенности черт лица, той или иной народности, элементы одежды, украшений, головных уборов. Скульптуры настолько реалистичны, что даже видна фактура тканей. Виртуальная выставка демонстрирует шедевры 20 века. Например, скульптура 1954 года «Телефонный разговор», выполненная мастером Дулёвского фарфорового завода Ниной Малышевой. В ней можно проследить моду того времени по особенностям одежды, прическам, аксессуарам. Сотрудники музеев надеются, что ульяновцы используют предоставленную возможность познакомиться с коллекцией крупного федерального музея.